Дорогие друзья, уважаемые зрители, слушатели и, конечно же, подписчики канала Политека, приветствую всех вас. Меня зовут Вадим Герасимович. И сегодня со мной на скайп-связи украинский военный эксперт и полковник запаса Вооруженных сил Украины Олег Жданов. И это наш традиционный эфир по понедельникам. Олег Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Олег Владимирович, относительно частичной мобилизации или тотальной мобилизации, давайте подведем итоги первых ее дней. В Институте изучения войны полагают, что Кремль не сможет создать мобилизационный резерв даже низкого качества. В Генштабе Вооруженных сил Украины утверждают, что россияне направляют мобилизованных без подготовки на линию соприкосновений. То есть, по сути, это смертники, это пушечное мясо. Если говорить комплексно, глобально, каким последствиям может привести вот это решение Путина о проведении так называемой частичной мобилизации? Ну, в принципе, все прогнозы оправдались. Оправдались в том смысле, что мобилизация приняла огульный характер. Не массовый, а огульный. Гребут всех подряд, независимо от возраста и состояния здоровья. Это раз. Второе. Действительно, первая партия, первая волна, те, кого нагребли, они будут смертниками, потому что ими будут затыкать дыры в некомплекте частей и подразделений на линии фронта в Украине. Кстати, есть уже сведения, где родственники сообщают, что их родичей, которых мобилизовали, им уже объявили, что они в ближайшие несколько дней будут в Украину для пополнения частей и подразделений, которые сражаются здесь на фронтах Украины в состав оккупационной армии. Ну и самое главное, то, что оправдывается прогноз, аналитики внимательно посмотрели, мобилизационная система Российской Федерации может принять одновременно где-то порядка 130 тысяч человек. То есть каждые полгода они проводят призыв, и вот этот призыв они пропускают через именно эту же систему. Военкоматы, медкомиссия и распределение по частям через центры комплектования, учебные центры в Российской Федерации. Но эти 130 тысяч они собирают два месяца. У них призыв, как правило, длится месяц по указу, но потом они его продлевают. Вот как летом они до 15 июня продлевали призыв, потому что не могли набрать. Сейчас они захлебнутся, уже начинают захлебываться вот в этой волне, которую нагребли военкомы автобусами, самолетами, поездами. Они стараются их собрать на эти учебные центры. На учебных центрах там следующая ступень их обработки, оформления обработки и сортировки, там уже недоумевает. И уже как бы, ну не то, что недоумевает, там, скажем так, офигевает от того, что приходит, какое качество вот этих людей приходит. Так что я думаю, что чем дальше, тем больше эта машина начнет буксовать. Плюс это послужило триггером в обществе для протестных настроений. Если на вторые сутки объявление о мобилизации Песков, рупор Путина, мы знаем, что то, что говорит Песков, это значит, ему об этом поручил сказать Путин. Говорит, что он недоумевает, почему такая истерическая реакция среди населения. А для того, чтобы понять, надо, чтобы пусть Песков отправит своего сына в военкомат. Вот тогда он поймет, почему такая истерическая. И еще один нюанс я заметил. Вот я когда-то говорил, что Кадыров будет первым, кто предаст Кремль. И первым, кто поспособствует развалу этой империи, построенной Путиным. Он именно идет в этом направлении. Он сделал очередной шаг, или нанес очередной удар в Кремлевскую стену, и она уже шатается и трещит. Кадыров во всеуслышание заявил, что Чечня не подлежит мобилизации. Потому что они уже перевыполнили. А вы понимаете, что это никого не интересует? Что либо все, либо никто. Сейчас общество воспримет именно так. Соседний Дагестан, который там могилами уже усеян. Они понесли, кстати, Дагестан понес самые большие потери в этой войне. И у них там грибут всех подряд. А соседняя Чечня, у которой, кстати, с Дагестаном очень плохие отношения. Потому что Кадыров перенес границу. И нефтеносные раненые Дагестана достались Чечне на сегодняшний день. А их грибут. А рядом Чечня, а они не подлежат мобилизации. Вот это, мне кажется, самый сильный информационно-психологический ход, который могли придумать в Российской Федерации. Для того, чтобы расшатать общество и для того, чтобы накалить ситуацию. То есть, если раньше Кадыров говорил о том, что регионы, субъекты Федерации в России, они должны проводить саму мобилизацию. То после решения Путина о проведении частичной мобилизации, он сказал, а Чечня вне рамок. Выносим за скобки. Мы уже все перевыполнили. Моя хата, как только жут, с краю. Мы ничего делаем. Да, действительно так оно и получается, что моя хата с краю, мы уже типа в свой долг отдали. Но вообще, я вам скажу, что надо ставить вопрос, вот надо начинать кампанию о том, что фактически мобилизация, объявленная Путиным, это признание поражения в войне с Украиной. Это говорит о том, что вооруженные силы Российской Федерации проиграли, дребезги проиграли эту войну. И без сегодня, без вот такой всеобщей или частично огульной мобилизации, спасти ситуацию уже невозможно. Кстати, Путин лично, тут же у него никто за язык не тянул, Путин лично обещал перед 8 марта, он выступал и сказал, что никакой мобилизации, никакого призыва резервистов в Российской Федерации не будет. Мы проводим специальную военную операцию. Так что специальная военная операция проиграна? Олег Владимирович, если вспомните обращение Путина ранним утром 24 февраля, то он говорил, что цель вот этой так называемой спецоперации, это не оккупация Украины. Мы убедились. Да, это была деноцификация, демилитаризация, добиться от Украины гарантии нейтрального статуса, невступления в НАТО и так далее. Ну, видите, действительно, оказывается и Путин тоже врет. Причем врет нагло и цинично, глядя в объектив камеры перед всей страной Российской Федерации. Олег Владимирович, относительно ситуации, которая уже ныне сложилась в Махачкале, в Дагестане, вот те протестные акции, которые мы уже видели, и беря во внимание характер, там уже произошли столкновения протестующих с полицейскими, может ли сработать эффект домино, когда также и другие регионы будут протестовать против решения Путина? И если да, то какие регионы, на ваш взгляд, могут составить кампанию Дагестан? Я думаю, что это могут быть национальные окраины. И ситуация, вот, кстати, ситуация в Дагестане, она уже на грани взрыва. Там в социальных сетях уже призывают запасаться покрышками. И собираются, ну, они уже перекрывали трассы дважды, федеральные трассы. Они сказали, что они еще остановят поезда. А у них там очень... Дагестан это транспортный узел. Там связь вот с Кавказом именно через Дагестан идет. Вот. И уже силовики стреляли из автомата в воздух для того, чтобы разогнать протестующих. Я думаю, что на подходе может быть Бурятия. Буряты, кстати, обратились... Там какая-то организация общественная обратилась к Казахстану с просьбой помочь защитить Бурятов, принять беженцев из Казахстана, чтобы они не... Ой, из Бурятии, чтобы они не были мобилизованы. И я думаю, что вполне может быть еще Якутия. Вот эти вот районы, откуда больше всего набирали, да. Ну, а большие города, я думаю, что их тоже будут по мере того, что будут призывать. Москва, Санкт-Петербург. Там митинги проходят. Есть задержанные. Посмотрим. Переломи сможет целый экипий. Ну, в больших городах, может быть, и смогут в ближайшее время держать ситуацию более-менее под контролем. Но окраины нет. Окрайины не смогут. Вспомните Фургал. Губернатор Красноярского края. Омский ОМОН, прилетевший в Красноярск, улетел, не выходя практически из самолета. Никакого разгона демонстрантов не было. Кстати, уже появилась информация, что руководителя Дагестана вызвали на ковер в Москву для неприятного разговора. То есть, уже реакция со стороны кремля, она уже очевидна. Да, но так самое интересное, что Москва может там все, что угодно с этим руководителем обсуждать. Дело в том, что в социальных сетях Дагестана этого руководителя уже называют гауляйтером Москвы. То есть, его легитимность на сегодняшний день практически нулевая. И что бы ему он там в Москве не обещал, он приедет в Дагестан, скажет, его никто не будет слушать. Вот в чем главная проблема. Москва, как обычно, не с теми разговаривает. Надо говорить с лидерами общественных мнений. Надо говорить с теми, кто призывает людей идти на протест. А гауляйтер, да. Ну, посмотрим, как все... Мне привыкло вести именно такой диалог с лидерами общественных мнений. Они этого боятся, потому что лидеры общественного мнения задают те вопросы, на которые у власти нет ответа. Олег Ильич, а на ваш взгляд, военно-политическое руководство Украины, как ответит на вот эту частичную мобилизацию в России? Алексей Аристоевич говорил о том, что Украина может призвать 5,5 миллионов людей. Вот будет ли какая-то дополнительная волна мобилизации здесь у нас в Украине? И кого, на ваш взгляд, необходимо призывать? У нас мобилизация завязана на вооружении. Будет все связано именно с вооружением. Если нам дадут необходимое вооружение, как говорил генерал Залужный в своей статье, написал, точнее не говорил, а написал, что для того, чтобы нам начать широкомасштабную контрнаступательную операцию, нам надо 10-20 бригадных комплектов техники и вооружения. Если нам это начнет поступать, да, тогда мы будем объявлять очередную волну мобилизации и будем разворачивать эти войска. А в противном случае, в принципе, мы можем, я так понимаю, что то количество, которое у нас миллион почти под ружьем, и этого количества мы восполняем потери. Сейчас призыв идет только частичный по усовкам для восполнения потерь, которые несут наши вооруженные силы. Поэтому на сегодняшний день я не думаю, что будет там волна огульной мобилизации. И еще один момент. Если оружие дадут, то мы можем за счет качества в борьбе железа и массы или толпы всегда побеждать железо, если оно хорошего качества. А западное вооружение, оно такое и есть. Кстати, появилась информация Медуза, ссылаясь на собственные источники в Кремле, сообщает о том, что 28 сентября мужчины мобилизационного возраста после завершения так называемых референдумов запретят выезжать из России. Вот интересно, как на это решение российской власти прореагируют граждане России. То есть уже 260 тысяч мужчин покинули Российскую Федерацию, я встречал такую вот цифру. А вот какая будет реакция после того, как закроют границу? Ну, скажу вам так, что эти 260 тысяч, если мы говорим, что первая волна мобилизованных это смертники, то эти 260 тысяч можно назвать счастливчиками. То, что они успели выехать. Дело в том, что внутри Российской Федерации уже закрыты границы. Административные границы закрыты. То есть, если комендантский патруль, а такие уже появились, Росгвардия уже патрулирует улицы, проверяет документы, человек, допустим, прописка у него брянская, а он в Курской области, то он уже подлежит задержанию и даче объяснений, почему он покинул область без разрешения военкома. То есть, они уже ввели в действие вот эту норму закона, что перемещение между регионами осуществляется исключительно на основании разрешения военкома по месту его регистрации или месту его прописки. И да, действительно, 27 числа есть информация, что завтрашнего дня могут быть официально закрыты границы. Но сейчас уже российские пограничники могут требовать военный билет или учетную карточку и отметку военкома о том, что он разрешил выехать. То есть, они вполне могут уже заворачивать, мужское население заворачивать в обратную сторону. Так что, я думаю, ну это будет еще один. Там же выезжает, будем так говорить, там выезжает средний класс. Те, кто может позволить себе. Кстати, сегодня вот с утра видел информацию, что уже цена билета, допустим, в Анталию уже равна цене квартиры. Она больше миллиона рублей. Вот. За один билет в один конец, допустим, долететь до Анталии. Плюс они же до Анталии летят пять часов. То есть, из Москвы. Очень в обход нашего воздушного пространства, в обход, по-моему, Грузии и в обход Азербайджана. Вот так вот. То есть, определенная категория людей на этом факторе очень хорошо себя чувствует. Очень. Кто-то очень хорошо зарабатывает. Так, я вам скажу, что сейчас военкомы озолотятся так, что Ротенберг будет нищебродом по сравнению с военкомами в Российской Федерации. Потому что кто захочет получить открепительный талон, кто захочет получить бронь от мобилизации, потому что миллион это дофига. И это очень много. И чтобы военкома собрать такое количество, выполнить там план, который ему нарежут, ему надо будет грести всех подряд. И цена вопроса, я так понимаю, будет стоять очень и очень высокая. Кстати, есть уже информация, что на границе российские пограничники проверяют документы и вручают повестки. Особенно мужчинам в возрасте до 35 лет вместо пропуска их за пределы России им просто их заворачивают и при этом уже сразу же вручают повестки. В социальных сетях видели видео, как в Москве на выходе из станции метро также представители правоохранительных органов вручают повестку. Но если же мы с вами, Олег Владимирович, уже обсудили характер того, как происходит вот эта частичная так называемая мобилизация, так на что надеется Путин? Потому что, ну кого мы видели в первых рядах? Это какие-то откровенные алкоголики, тунеядцы, пьяницы и так далее и тому подобное. Какая цель преследуется этой мобилизацией все же? Тут две цели. Политическая и военная. Политическая цель, причем и одна, и вторая, в принципе, обязательная, без которой Путин не может. Дело в том, что Путин для того, чтобы торговаться с Западом, надо какие-то козыри иметь. Садясь за стол, когда ты играешь за большим столом, нужны какие-то козыри. В рукаве уже ничего не осталось, я так понимаю. И тут о козыре может сыграть две вещи. Это эскалация конфликта, точнее одна даже вещь. Эскалация, как эскалировать конфликт. На фронте критическая ситуация, войска еле-еле удерживают наши попытки контрнаступления. Значит, что надо сделать? Объявить мобилизацию. Мобилизация, демонстрация Западу того, что Россия готова воевать в долгую и будет воевать до последнего россиянина. Вот вам ответ на вопрос, зачем нужна мобилизация. И вторая цель этой мобилизации. Путин решил пойти по пути Сталина и просто забросать массой. Он понимает, я думаю, что в генштабе понимают, что фронт не удержать при нынешней ситуации. Именно генштаб, скорее всего, какая-то группа генералов уговорила Путина, поставила ему условия, я бы даже так сказал. Поставила условия, если вы хотите побед, нам нужна мобилизация. Единственное, я думаю, что они не рассчитывали на то, что все пойдет, как обычно, через одну, через пятую точку в Российской Федерации. И военкомы выполнят приказ с минимальными усилиями, при минимальном качестве. Вы хотите тысячу человек? Получите тысячу человек. Кто там в этой тысяче? Меня не волнует. Получите, распишитесь. Вот вам тысяча. То есть, кто поднимет план? Поставить галочку и вперед. Абсолютно правильно. Дальше разбирайтесь, как хотите. Что там вы хотели, я вам выдал. И вот именно вот этот русский авось или вот этот бардак, я по-другому это назвать не могу, вот этот бардак, он и сыграет главную роль в том, что Титаник все-таки пойдет ко дну. Если же, Олег Владимирович, называть вещи своими именами, то есть речь идет не о частичной мобилизации, а все же о всеобщей. Нет, смотрите, вот с точки зрения документа, юридической, действительно частичная мобилизация. И с точки зрения правильной, вот если бы система была налажена, да, если бы у них работал этот барс, боевой активный резерв страны, это резервисты, если бы у них работала мобилизационная система и она была отлажена, и сегодня все знали, что списки соответствуют живым людям, у них оперативный резерв около двух миллионов, это те, кто вот как раз те, кого хотел призвать генеральный штаб. Это люди, которые до 35 лет, которые отслужили в вооруженных силах России, которые, возможно, имеют боевой опыт и являются наиболее подготовленной частью. Они все с точки зрения военного, они сделали правильно. Но с точки зрения российского менталитета, получилось как всегда. Военкомы, именно военкомы превратили эту мобилизацию в огульную. Да, она выглядит как всеобщая, но это реально просто вот загребай, быстро греби. Потому что преобладает чувство страха. Да, ну, как бы они быстрее хотят выполнить эту задачу, понимая, что завтра или послезавтра, военкомы же ближе всех к народу. Кстати, там уже в Уссурийском крае застрелили одного военкома. Кто-то пришел в военкомату. Он мертв, потом написали, что он жив, но все равно это показывает. Там факт, что в военкомате устроили стрельбу, там есть раненые, и вроде как этот, да, не знаю, он живой или нет, но сам факт, что такое может быть. Я хочу сказать, что именно военкомы на местах устроили вот этот бардак. А теперь этот бардак пошел наверх. И эту волну уже не... Если сейчас они начнут сортировать на учебных центрах и отпускать по домам, завтра они уже никого не соберут. Они и так уже на следующую волну, на следующий этап, и уже будут облавы. Уже не будет... Ну, Олег, пусть у них так все через жопу и проходит. Кстати, появилась интересная информация. Телеграм-канал Фэйридейл, ссылаясь на три источника, сообщает, что после объявления 21 сентября в России мобилизации президент Путин, он уехал отдыхать. И по словам одного из источников, Путин отдыхает сейчас в резиденции на Валдае в Новгородской области. Ой, как интересно. Ну, он уехал подальше от митингов. Кстати, я видел еще информацию, что он в Сочи сначала уехал, а потом, когда в Дагестане начались волнения, он быстро перебрался на Валдай. Вот. Там подальше от людей, подальше от народа. Все-таки Кавказ такое делает. Геленджик могут и штурмом взять. Особенно кавказские парни, которые не останавливаются ни перед чем и пойдут до конца. Вот. Кстати, обратили внимание, что в Дагестане очень интересная ситуация. Там больше протеста, больше высказали женщины. Женщины пошли вперед. А если кто-то из полиции начнет бить женщин, то их там начнут рвать на куски. Вот это может спровоцировать. И в этом плане они тоже, я так понимаю, что готовы. Они очень грамотно строят свой протест. Кто-то очень хорошо руководит в Дагестане этим протестным настроением. То есть есть определенная организация этого мероприятия под названием... Да, потому что я смотрю, что идет комплексно. Они выстроили протест правильно. Они поставили впереди женщин. Нельзя трогать чужую женщину. Это же для них по разным там и социальным, и религиозным мотивам. Вот. Это первый момент. Второй момент. То, что в социальных сетях идет целенаправленная работа. Причем там не только ставятся задачи, там выдвигаются условия, ультиматума властям. Вот, допустим, вчера там было написано, что там в течение часа они должны отпустить всех, кого они взяли для мобилизации. Иначе начнут там перекрывать трассы, сжечь покрышки. А это уже требование требований? Да, это уже требование. Это уже структурированная организация. И видите, опять же, Россия разговаривает с кем? С командно-административной системой. Они вызвали там главного, кто он назначил, в административной системе. А там, мне кажется, надо, кроме того, что с лидерами общественных мнений, надо еще с имамами говорить. Это мусульманская, субъект Российской Федерации с мусульманской религией. Там это очень важно. Появилась информация о том, что Евгений Пригожин подтвердил, что основал частную военную компанию «Вагнер». Мы помним, что ранее Евгений Пригожин, он же личный повар Путина, отрицал свою причастность к частным военным компаниям «Вагнер» и обращался по этому поводу в суды. А тот решил сознаться. Почему? Ну, я думаю, что это реклама. Это пиар-компания, он подчеркивает, чтобы повысить свою значимость среди агитируемых. Кстати, в последующий, вот он тогда на камеры все это рассказал, это видео распространили, а оно сыграло абсолютно обратную реакцию. И в том числе и в Российской Федерации, что зэков отпускают насильников и убийц, отпускают под амнистию за счет того, что они пойдут воевать. И сейчас он вынужден рекламировать свою компанию, чтобы поддержать ее имидж и маркетинг, для того, чтобы люди все-таки подписывали контракт. Скорее всего, та часть желающих подписать контракт с частной военной компанией, которую оттолкнула вот эта криминализация или уголовный мир в ЧВК, встретиться с уголовниками в ЧВК, видимо, они перестали подписывать контракт. И вот для этих людей вполне возможно, что он... Вот, это наша ЧВК. Кстати, он там говорит о том, что не будут встречаться, что они разделят по подразделениям криминалитет, криминальных элементов и людей, которые захотят подписать контракт с частной военной компанией. Он сам себе, ну как бы, за что боролись, на то и напоролись. Он сам убил рейтинг этой компании, а теперь пытается его как-то приподнять. Тут также может быть и противоречие относительно денежного вознаграждения. И как вообще коррелируется между собой вот эта официальная частичная мобилизация с формированием частных военных компаний? Ну, нет. Частная военная компания финансируется по отдельной статье. И я не знаю, из каких статей бюджета. Думаю, что не из военного бюджета они финансируются. Думаю, что это через какие-то фонды. Они просто тырят государственные деньги, отмывают их через фонд и платят этим наемникам. А разведеятельность частных военных компаний, она как-то регулируется российским законодательством? Так вот я именно и говорю, что любой фонд это отмывание денег. Это рукомойник, в котором моются деньги. Поэтому через фонды, скорее всего через фонды они... У «Газпрома», кстати, очень много фондов. И в Российской Федерации много фондов. И, соответственно, они через эти фонды их оформляют и платят. Но дело в том, что в ЧВК, если вот как верить информации из России, что там 360 тысяч платят ставку и плюс премиальные за боевые действия, я думаю, что оно соответствует действительности. Потому что если понизить ставки, то желающих повоевать не будет. Но зато за эти деньги, посмотрите, как они убивают их на Донецком направлении. Это до сих пор единственное направление. Весь фронт проседает, весь фронт потихоньку отступает. Я имею в виду российские войска несут сумасшедшие потери, а ЧВКшники атакуют. Атакуют по трупам своих солдат атака за атакой, день за днем. Их просто утилизируют. А мертвые не будут требовать компенсации. Мертвые не будут требовать денег. Убили и слава богу, мы следующего найдем. И таким образом они сохраняют наступательные... Им нужны штурмовики. Вот придет это... Особенно сейчас, когда придет вот эта массовка. Поверьте, эта массовка себя будет... Первые недели на войне они будут вести себя как... Ну, в принципе, можно сказать, как стадо баранов, которые будут шугаться из стороны в сторону. Первый же огневой налет, первая же кровь и убитые. Там, поверьте, не зря Россия сразу же формирует заградотряды и предупреждает, что... И вводит такую жесткую ответственность об оставлении позиций, об добровольной сдаче в плен и так далее и тому подобное. Это не просто так. Они прекрасно понимают, что эти люди не удержат. Тогда вопрос, кто будет наступать? А вот наступать будут ЧВКшники. Это будут штурмовики. Пригожин, кстати, так и говорит. Мы, мои ребята, это типа штурмовики. Мы идем вперед, мы захватываем позиции, режем укропов там и все прочее. Кстати, а насколько высока вероятность того, что Путин все же примет решение об объявлении военного положения в приграничных областях? Ну, судя по ситуации, довольно высока. Единственное, что его может теперь остановить в этом плане, это реакция населения. Чем больше будет сейчас нарастать протестное настроение, тем меньше шансов, что Путин решится на объявление военного положения. Они сейчас, Кремль в замешательстве, они не знают, как реагировать. Они не ожидали. Видите, как пишут неофициальные источники о том, что Путин расстроен. Расстроен такой реакцией, что как это граждане не хотят идти воевать за идеалы империи, которые он создает. Бить НАТО на территории чужого государства. Он именно для этого проводит референдумы, чтобы объявить эту территорию Российской Федерации. Он пытается подогнать эту территорию под территорию России, чтобы сказать, ну вот же, смотрите, это же территория России. Идите воюйте, идите умирайте. А желающих особо и нет. Как раз 30 сентября есть информация о том, что Путин может обратиться к Федеральному собранию. Будут подписаны документы о присоединении незаконных вооруженных группировок, так называемых ЛНР, ДНР и оккупированной части Херсонской Запорожской области в состав России. И также есть мнение, что после так называемых референдумов, скорее всего, Россия официально объявит войну в Украине. А перед этим прозвучит ультиматум Киеву. Либо Украина выводит войска из ЛНР, ДНР, Херсонской Запорожской области. Либо Российская Федерация официально объявляет войну в Украине. Насколько высока вероятность развития именно такого сценария? Я думаю, что войну никто объявлять не будет. Скорее всего. Почему? Потому что официальное объявление войны влечет за собой целый ряд юридических последствий. Именно юридических. Во-первых, Россия будет сразу же... Россия, если первая объявит войну, Россия сразу будет признана страной агрессором. Это поставит вопрос о праве ВЕТа и о праве пребывания Российской Федерации в Совбезе. И если в данном случае надо собирать, наверное, Генеральную Ассамблею для принятия таких решений, чтобы лишить Россию права ВЕТа и постоянного членства Совбезе ООН, это раз. И второе. Страна, объявившая войну, она сразу же автоматически лишается дипломатических и экономических связей странами-членами ООН. Если ООН объявляет Россию агрессором, а для этого основания объявления войны Российской Федерации, все контракты летят в тартарары. Все. Все прекращается. Автоматически прекращается. Я думаю, что Россия на такое на сегодняшний день не готова. Если вспомнить те заявления, которые звучали из уст некоторых депутатов Государственной Думы о том, что атаки официального Киева после референдума на территории, которые Россия будет считать своими, это будет агрессия против самой России. Интересен такой момент, а почему такая риторика была неиспользована Российской Федерацией, когда начались эти хлопки в Белгородской области, когда в Курске были проблемы. И опять же, относительно Крыма. Август месяц вспоминаем, там Медведев высказался относительно судного дня, но именно об агрессии речь не шла. Правильно. Риторика. Вот максимум, что может Российская Федерация, это провогласить риторику. Именно начать говорить об этом, выдвигая это как. Путин будет шантажировать двумя вещами. Вот этой мобилизацией, эскалацией конфликта и, возможно, применением ядерного оружия. Возможно. Хотя, на сегодняшний день, Запад, в принципе, в состоянии предотвратить применение ядерного оружия, именно предотвратить. Причем разными способами. Начиная от дипломатических, заканчивая военными. Нанесение превентивного удара по территории России, это для Запада сегодня не проблема. Кстати, советник по вопросам национальной безопасности президента США Джейк Салливан заявил о том, что администрация Бабина не публично предупредила Кремля о том, что любое применение ядерного оружия против Украины будет иметь катастрофические последствия для России. Интересно, что это за последствия? Ну, там может быть все, что угодно. Начиная от превентивного удара по территории России. Как сказал один товарищ Маргарита Симоньян, ответил, что если США захотят, они за несколько часов закидают всю территорию России там агарками. Ну, это так, самый примитивный. Дело в том, что удар может быть один по центру принятия решений. Скорее всего, именно об этом говорит Запад. Тем более, что в России должны понимать, и я думаю, что прекрасно понимают, что местонахождение самого Путина и его ближайшего окружения очень хорошо известно западным разведкам. Если неизвестно, то местные олигархи, российские или военные, с удовольствием подскажут. Продадут эту военную тайну за гарантии безопасности аж бегом. И даже расскажут про слабые места в этом бункере, куда лучше всего ударить. Поэтому я думаю, что... А Путин не собирается сегодня ни в рай, ни в ад, никуда. Я думаю, что он собирается еще... Он хочет себя вписать в историю. Для того, чтобы это сделать, надо сделать какое-то эпохальное событие. Эпохальным можно считать событие... Это не нападение на Украину и не присоединение земель. Это, допустим, воссоздание Советского Союза. Или построение нового союзного государства. Что кардинально изменит расклад, мировой расклад, мировую систему и безопасности, и распределение сфер влияния и всего-всего остального. То есть ему надо совершить глобальное событие. Вот поэтому он, я думаю, что вряд ли он спешит туда. Единственное, что он будет блефовать... Конечно, он будет блефовать и играть на нервах до последнего момента. При любой возможности. Что он, в принципе, и начинает сейчас делать. Давайте вспомним, что американский генерал Бен Ходжис, реагируя на вот эти слова Путина в видеообращении, относительно того, что Российская Федерация может применить ядерное оружие. Ходжис сказал, что в случае такого вот события Америка ответит неядерным ударом. И тут вопрос, почему не ядерным ударом. И заявил, что удары будут нанесены по военным базам на территории Крымского полуострова. И также отправил вслед за российским кораблем и Черноморский флот. А почему Черноморский флот? Почему не ядерный удар? Почему базы именно, которые находятся на территории Крыма? Это его личное мнение, на ваш взгляд? Или это мнение определенных политических и военных кругов внутри самих штатов? Второй вариант. Бен Ходжис, он бывший командующий. И, как правило, такие люди высказывают мнение какого-то определенного круга, военного круга из состава Пентагона. Тут все понятно и просто. Дело в том, что Крым же территория Украины. Поэтому у России не будет претензий к нанесению ударов по территории Крыма. Это раз. Второе. Путин очень хочет стать хозяином Черного моря. Вы обратите внимание, что одна из задач военных операций против Украины, это вспомните и Новороссию, вспомните и сейчас цели специальной военной операции, это лишить Украину выхода к Черному морю. У нас самое большое побережье в акватории Черного моря. И поэтому, завоевав его, Россия становится гегемоном в акватории Черного моря. Единственный вопрос это Турция со своим Босфором. Вот. Но это можно будет решать за счет мощности Черноморского флота. Поэтому Черноморский флот для Путина это довольно сакральная вещь. И заявление о том, что его просто утопят, для него очень болезненно. Вот на сегодняшний день у него две таких. Северный флот, где основные носители атомного оружия, это подводные лодки, атомные подводные лодки, ракетоносцы. Балтийский флот на сегодняшний день, ну он и довольно слабый, и малочисленный, но он сегодня стал внутренним флотом. НАТО теперь полностью контролирует Балтику. Вот. Тихоокеанский флот, он самый старый. И Черноморский флот, он тоже малочисленный, и он не атомный. На Тихоокеанском флоте там тоже есть ракетоносцы. Он его более-менее пытается поддерживать. А вот Черноморский флот, он безъядерный и слабенький. И Путин на него возлагает большие надежды в плане завоевания господства в Черном море. Россия бы стала, если бы все получилось у Путина, Россия бы стала практически хозяином Черного моря. И тогда можно было бы торговаться с Турцией в отношении изменения доктрины Монтре. Или, допустим, Турция строит сегодня обходной канал длиной 43 километра в Черное море, на котором не будет действовать доктрина Монтре. И Турция за деньги может пропускать любые типы кораблей в акваторию Черного моря. Так что Бен Ходжет знает, о чем он говорит. Для Путина это очень болезненные вопросы. Ну, откровенно говоря, не хотелось бы гадать на кофейной гуще. Но все же, насколько высока вероятность, что Путин может пойти на такой шаг и применить ядерное оружие против Украины. Если он даст приказ, то будет ли этот приказ выполнен? Это то, о чем говорил, кстати, в своем недавнем интервью госсекретарша Антони Блинкен. Он сказал, что Путин может отдать приказ, а вот будут те люди, которые уполномочены его выполнять, сделают ли они определенные действия для того, чтобы ядерное оружие, оно в полном объеме, оно заработало и нанесло удар? Это вопрос дискуссионный. Вот полностью соглашусь с Антони Блинкеном. И я тоже высказывал именно это мнение, что два варианта. Первый – это нанесение предотвращения. Путин может, действительно, Путин может отдать такой приказ. Видите, он обещал мобилизацию не проводить, провел. Он, как бы, в конечном итоге гонял-гонял войска и принял все-таки решение вторгнуться в Украину. Хотя, с точки зрения военной, это было самоубийство изначально, потому что численность группировки была очень маленькая для оккупации Украины. Ну, разве что расчет на Блицкрик, который не оправдался. Поэтому, да, он вполне может отдать такой приказ. Но есть два способа. Первый – нанесение превентивного удара по месту, допустим, транспортировки или вероятному месту пуска. Или по центру принятия решения. И второй – это прохождение самой команды. Вы абсолютно правы, не существует никакой красной кнопки, как это растиражировали средства массовой информации. Есть процедура, есть коды в черном чемоданчике у Путина и есть многоуровневая процедура прохождения этих кодов для того, чтобы осуществить припуск или применение ядерного боеприпаса. Тут еще вопрос. А в каком состоянии находится само ядерное оружие? Это хороший вопрос. Ну, надеюсь, что у России, может, хватает ума не тырить там основные деньги и все-таки сохранять эти боеприпасы более-менее, во всяком случае, в целях хотя бы собственной безопасности. Должен же срабатывать инстинкт самосохранения. Вот, хотя бы здесь. Но в любом случае, как бы, вопрос, а готово ли его окружение идти. Ведь все понимают, особенно генералы в кинштабе России прекрасно понимают последствия такого ядерного удара. И что к ним на Арбатский округ может прилететь томогавк, я тоже думаю, что они прекрасно понимают. Что противоракетная оборона России оказалась таким же блефом, как и сама российская армия. Судя по тем ударам, которые они пропускают в Крыму постоянно. Судя по тем ударам, ну, не будем там показывать пальцем, мы не знаем, кто наносит удары по Курску, Белгороду и другим городам. Но они же прилетают. Не важно. Главное, что они есть, эти удары. Да, они есть. И классно, очень приятно слушать, как после очередного хлопка россияне начинают задавать первый же вопрос. А где ПВО? Где наше ПВО? А его нету, ребята. Оно уже все давно либо морально устарело, либо... Почему Путин стягивает с финской границы, снимает комплексы ПВО, тянет их в Украину? Потому что ПВО не осталось. Ну да, теле-теле тролливали вы свое ПВО доблестно про... Ладно, продолжать я не буду. Олег Иванович, относительно вот этой политической цели Российской Федерации, референдумы, псевдореферендумы, Путин, естественно, заявил, что жители Херсонской, Запорожской области, ЛНР и ДНР хотят воссоединение с Российской Федерацией, там проголосовало 150-200-300 процентов. Проведут они это все в Георгиевском зале, как это было в Крыму. Там какая-то церемония подписания каких-то документов в Писюлек. А вот что дальше? А дальше ничего. Дело в том, что ведь вся игра построена на самом процессе. Понимаете? По идее мы должны испугаться и согласиться на переговорный процесс. Или Запад должен испугаться и согласиться на переговорный процесс. Кстати, даже политологи сейчас гадают, разделилось мнение. Одни говорят, что Путин таким образом требует переговорного процесса с Украиной. И якобы даже, кстати, турецкие СМИ сейчас слили такую информацию, что Путин чуть ли не упрашивал Эрдогана передать, что он готов к переговорам, чтобы Зеленский согласился. А другая половина политологов говорит, что Путин все-таки хочет договориться с коллективным Западом. Я думаю, вторая версия более вероятная. Он действительно хочет договориться с коллективным Западом. Если же, допустим, Запад игнорирует, о да, он включает, вот эти референдумы, это предмет торга. И на каждом этапе Путин будет торговаться. Вот сейчас итоги референдума, они как бы огласят. И он будет говорить, ну что, мы включаем, или вы идете на переговоры? Запад говорит, нет, не идем. Он включает и опять спрашивает, мы будем защищать всеми способами эту территорию, потому что это уже Россия. Идете на переговоры? Нет, не идем. И что тогда? И ничего. И дальше продолжаются боевые действия, дальше вооруженные силы Украины наступают, получают оружие. И тогда что Путину делать? Он сам себя загоняет в угол, понимаете? Сам. Если он начинает разговоры, что мы вот сейчас применим ядерное оружие, Запад говорит, хорошо, и поднимает самолеты, которые там раннего обнаружения, дальние радиолокационные разведки. Он, кстати, позавчера эти три самолета взлетели и патрулировали вдоль границ там, в районе Аляски, в районе Дальнего Востока. И что? И ничего. Вот в том-то и дело, что дальше куда? А куда что Путину делать? Ставки подняты, все, до предела. Олег Иванович, сложилось такое впечатление, что Запад как-то более серьезно воспринял вот эти слова Путина относительно применения ядерного оружия, если делать определенные выводы по риторике того же Салливана, Блинкина, верховный представитель Европейского Союза по вопросам дипломатии, Жузеп Бураль также заявил о том, что не следует недооценивать такие слова Путина. Но опять же, это только риторика. Какие действия могут быть или же превентивные действия предприняты? Смотрите, надо понимать одну простую истину. Запад сделал свой выбор. У запада, коллективного запада на сегодняшний день нету пространства для маневров. Они обязаны противостоять России. Либо они проигрывают, они проигрывают в первую очередь. То, что мы там проиграем, понятно, в этом случае нас там Путин может забоевать. Будем сопротивляться столько, сколько сможем и как сможем. Но тогда Путин становится гегемоном, мировым гегемоном. Он будет диктовать условия построения нового миропорядка. И вот тут Запад этого допустить не может. Поэтому риторика у них может быть самая разнообразная. У них, кстати, то, о чем мечтал когда-то Горбачев и то, что он провозглашал, плюрализм мнений. Помните его это выражение знаменитое? Так вот, на Западе он действительно существует. И там может быть очень много мнений. Но есть политика, от которой надо курса, которой они придерживаются, и от которого они не могут отойти. Вот они сегодня не могут отойти от курса, направленного на максимальное ослабление России и на поражение России. А это можно сделать через военное поражение на поле боя. Поэтому, что бы они ни говорили, все равно генеральная линия партии остается неизменной. Кстати, Олег Владимирович, вы в одном из своих интервью говорили, что Путин хочет закончить войну к 15 ноября. А что это за дата такая, 15 ноября? Это саммит на Бали. Дело в том, что... Ну, есть такая версия, ее, кстати, озвучивали в основном политические эксперты, что якобы на саммите, на шанхайском саммите в Самарканде Путину дали срок до 15 ноября. Он должен определиться со своими целями и задачами. То есть, он должен закончить эту войну. Ну, вот как Миди сказал, премьер-министр Индии, что война не в то время... Вы затеяли войну не в то время и не в том месте. Вот. И что это мешает. Ну, а Путин отреагировал. Да, мы тут как бы... Да, и скорее всего Путин хотел бы, очень бы хотел, чтобы к 15 ноября хотя бы горячая фаза. А что значит закончить горячую фазу? Ее можно прекратить, начав переговорный процесс. Понимаете? Любые попытки сесть за стол переговоров будут сопровождаться первое условие прекращения огня. Временное, но прекращение. Для того, чтобы что? Провести переговорный процесс. Сегодня, я думаю, что Запад не готов к такому повороту событий. Дать шанс Путину на выигрыш? Нет. Мне кажется, никто на сегодняшний день этот шанс Путину не даст. Иначе Россия потом согнет их всех в бараниров. И вот этот миллион человек, протрезвевший из Будуна, он может втоптаться и в европейские страны. На что и рассчитывает Путин. Если он сейчас еще вдобавок объявит хотя бы частично военное положение и будет обосновывать, давить протесты и обосновывать россиянам, что надо идти воевать, да, первую волну он бросит на фронт как смертникам. Но следующие волны будут же иметь лаг по времени, чтобы подготовиться. Понимаете? То есть он будет формировать армию, он будет ее вооружать и что они будут с ним делать? Открытый вопрос. Ален Ильич, а по поводу Китая давайте еще несколько слов скажем, потому что в последние дни появилась информация о том, в информационном пространстве, что якобы Син Цзиньпиня арестовали, что в Китае произошел какой-то вот переворот. Теперь же разгоняют другую информацию, что не все так однозначно накануне предстоящего съезда КПК и Син Цзиньпиня и вовсе могут не переизбрать на вот этот третий срок. Что происходит, на ваш взгляд? Я думаю, что в Китае сейчас очень-очень сильное противостояние. Противостояние между сторонниками Син Цзиньпиня и сторонниками другой части партии, которая за преемственность власти выступает. Почему? Потому что реально Син Цзиньпинь поставил Китай на грань выбора. Причем такого судьбоносного выбора. Либо они превращаются в полностью тоталитарное государство и, ну, фактически, будем так говорить, может быть, даже где-то возрождает династию императорскую. Вот. Либо они остаются на тех позициях, в которых они были до этого, когда Китай, в принципе, и имел экономический подъем, и имел и какое-то развитие. Поэтому дыма без огня не бывает. Но на чьей стороне армия? Кстати, армия у них, это очень такой своеобразный отдельный институт. Это китайская народная армия. Вот. Она празднует свою... Ей 90 лет, а китайской народной республике всего лишь 75. Так что там очень сложное устройство и посмотрим, чем он закончится. Но я, на мой взгляд, там идет очень жесткое противостояние именно в контексте подготовки вот этого съезда, где будет определена дальнейшая судьба государства Китай на ближайшие, ну, как минимум, десятилетия. Ваш прогноз, из Инпини переезд берут? Я скажу так, что... Я думаю, что у него мало шансов для того, чтобы его переизбрать. Почему? Потому что там довольно сильно внутренняя оппозиция в самом Китае. Вот из той информации, которую я знаю, но там вот эти силы противостояния довольно сильные. Это очень показательно было видно на ковидном локдауне, как правительство справлялось с локализацией вируса. Вот вспомните Ухань, как они локализовали город, а Си Цзипинь в это время выступал, что ничего страшного, никакого вируса нет, все хорошо. Там даже в этом плане было расхождение. Поэтому там очень сильная оппозиция. Все будет зависеть от того, на чьей сторону станет армия. Интересно, если же вот эта оппозиция в Китае придет в власти, то какой она выберет курс по отношению к России, к Путину, насколько он может поменяться и какую политику они будут исповедовать и придерживаться относительно российско-украинской войны, потому что мы уже слышали из уст министра иностранных дел Китая Ван И, он говорил, что стороны должны садиться за стол переговоров, договариваться, вот этот политико-дипломатический путь. Об этом многократно говорили представители Поднебесной. Китай хитрая очень страна. Китай всегда и вашим, и нашим. Он в первую очередь ищет свою выгоду. Китаю очень выгодно, чтобы Россия оставалась игроком. Почему? Потому что даже на сегодняшний день Китай может манипулировать Российской Федерацией. Не Россия Китая, а Китай России. Поэтому в принципе, что Си Цзипинь, что оппозиционно настроенные лидеры Китайской коммунистической партии, я думаю, что им выгодно сохранение России как мирового игрока. Да, слабого, да, второразрядного, но все равно мирового уровня. Чтобы, как вы помните, мы когда-то с вами говорили еще до войны, я говорил, что Путин играет в золотую карточку. Он пытается продать Российскую Федерацию либо Западу, либо Китаю. И предлагая, ну правда просит за это очень высокую цену, но вот именно вот такая ситуация Китай, на мой взгляд, полностью устраивает. Когда он сможет приближением или отдалением Российской Федерации торговаться с Соединенными Штатами. А новое руководство Китая будет в старых или в лучших традициях Китая отстаивать собственные интересы. В первую очередь. Поэтому я не думаю, что там что-то поменяется, что-то поменяется кардинально. Да, они, может быть, не будут так выступать радикально и не будут поднимать градус конфронтации с США, но тем не менее они все равно будут отстаивать свою позицию. Как бы так ни было, там не было, но Китай всегда был, всегда придерживался именно такой политики. Кстати, неспокойно и в Иране, также Иран, как известно, это по сути союзник Российской Федерации в этой войне и уже мы убедились в том, что вот эти иранские дроны шахиды, они активно используются. Мы с вами поговорим об этих дронах, но беря во внимание ту ситуацию, которая сейчас складывается в Иране, там в страну захлестнули протесты, массовые беспорядки охватили не менее 80 городов. Вот причина этих протестов и как они могут повлиять на ту помощь, на ту поддержку, которую эта страна решила не осуществлять Россией. Смотрите, там немножко надо разделить. Вот сейчас появляется больше информации, становится более понятна ситуация. Но протесты имеют под собой вообще не глубинные, там они возникали неоднократно, просто в этот раз триггером протестов стало социальное событие, когда девушка отказалась носить хиджаб, так как предписывали имамы. И ее забили палками, и ее смерть послужила триггером для протестов. Чем они закончатся, очень трудно даже предугадывать, почему, потому что там довольно сильная, там есть две армии, есть армия государства и есть корпус стражи исламской революции, армия религиозная, так можно сказать. что касается поэтому, каково будет результат этих протестов, на сегодняшний день, я думаю, что сказать практически невозможно. Будем смотреть, как развиваются события. Что касается помощи Ирана Российской Федерации, то они стараются делать ее нелегально, а как выясняется, на сегодняшний день они через Хизбалу передают вооружение Российской Федерации. Это говорит о том, что поставки будут продолжаться и ситуация в самом Иране вряд ли повлияет на эти поставки. Я так понимаю, что это либо руководство корпуса стражей исламской революции договорилось с Россией, потому что Россия очень много оружия поставила именно этому корпусу. И поэтому, используя полу-нелегальную организацию, такую как Хизбалла, они пытаются они пытаются поставлять Российской Федерации оружие. Скорее всего, либо за деньги, либо в обмен на другие поставки вооружения. Скорее всего, за деньги. Кстати, 23 сентября российские войска атаковали Одессу дронами Камикадзе и Зарана. Вот эти шахиды 136, вот говоря об определенной характеристике этих дронов, давайте скажем несколько слов. Смотрите, ну, во-первых, давайте начнем с того, что мы неправильно их называем. Мы называем их шахид, это смерть. Шахеды это вестник переводится. Типа он несет весть от Аллаха тем неверным, по которому он применяется. Да, действительно, ну, вот сейчас уже говорят, что характеристики этих дронов, что они могут, дальность полета довольно высокая, там до 2000 километров может быть, хотя я очень сомневаюсь в такое. Дело в том, что сложная система управления должна быть, либо он должен быть программируемый, либо должны быть средства связи, которые будут общаться с этим дроном. Вот, но тем не менее, они с Крыма до Одессы достают, то есть 600 километров точно есть. Есть информация до 900, вроде как, могут применяться. Недостаток в том, что они тихоходные, где-то порядка 150 километров, отдельные виды до 200 могут разгоняться, вот, и небольшая высота полета, и довольно шумный мотор, в нем его вообще слышно, при хороших условиях до 20 километров слышимость этих дронов. Полезная нагрузка у 136 до 25 килограмм, сейчас там появились новые дроны Камикадзе, они до 200 километров, маленькая радиус действия, и скорость до 200 километров в час, но при этом полезная нагрузка может составлять до 100 килограмм. Так что, да, они составляют нам проблему, но уже появились, как говорят, на каждое действие есть противодействие, уже появились средства борьбы с этими дронами, и мы практически на сегодняшний день сбиваем их там, ну, довольно большим, там, 4-5, самое большое было 6 дронов, было сбито за один день, именно вот этих вот иранского производства. Хотя для нас это проблема. А попадает сам Иран своими же дронами? Что-что? Они производят этих дронов у себя Иран, вот эти шахеды? Ну, по производству была разная информация, говорили, что они не могут там в голову, что они в месяц по одному дрону собирают, но видите, на сегодняшний день уже есть информация о том, что якобы Российской Федерации передали около 300 дронов, то есть, либо там запас довольно большой, то есть, они клепали их не один год, либо там действительно производственные мощности совсем другие, и мы не владеем реальной ситуацией по производственным мощностям. на сегодняшний день более-менее точно известно то, что во Внуково три борта приземлились из Тегерана на протяжении сентября, и, скорее всего, транспортники Ил-76, скорее всего, они привезли именно эти дроны. Ну что же, Олег Владимирович, будем завершать. Огромное вам спасибо за, как всегда, качественные анализы и обзор. Олег Жданов, украинский военный эксперт, полковник запаса вооруженных сил Украины, был сегодня вместе с нами на Политак, а также спасибо всем нашим зрителям, слушателям и, конечно же, подписчикам. Берегите себя и все будет Украина. До новых встреч.